ДВХАП.РУ На федеральном портале, на жительственном законодательстве, на федеральном законно регулируется уровнем, сталкиваемся с тем, что на стадии обсуждения нормативно-правового акта мы вносим свои замечания, предложения, и на другие стадии в дальнейшем проект уже не переходит. Это вызывает некую напряженность и у общества, и у бизнеса, готовятся ли к изменениям или нет. И в таком состоянии нормативный акт может находиться в зависшем и год, и два. Так вот все-таки планирует ли министерство что-нибудь делать в этом направлении, потому что отсутствие обратной связи несколько снижает интерес к ЛОДБ? Спасибо. Большое спасибо за вопрос, очень интересную самую точку. Действительно, сегодня мы создали портал регулейшн, и я могу сказать, что это ресурс, к которому нет аналогов. Любой участник может зайти, ознакомиться с проектами документов, которые там размещены, которые готовят сегодня федеральные министерства. И ресурс стал интересен не только экспертам, журналистам, но и, в общем-то, сами федеральные органы стали заглядывать на него, чтобы посмотреть, что наши товарищи готовят, и что в скором времени станет нормативным актом. Ресурсом стали пользоваться регионы, чтобы тоже понимать, в чем сейчас федеральные повестки, какие изменения ждут. И разработчики документов нередко злоупотребляют возможностью разместить проект документа на портале, собрать замечания, предложения, критику и отзывы, и больше с ним ничего не делать. Происходит это по разным причинам. Бывает, когда критика экспертов, которая пришла до разработчика через портал, является настолько значимой и актуальной, что разработчику, ну вот, раз вы говорили про сферу ЖКХ, в данном случае Минстрою, проще заморозить работу по документу, нежели потом, значит, сталкиваться с серьезными возражениями, замечаниями, волнениями со стороны экспертов и участников рынка. Это один из аспектов. Второе, на второй ситуации возможное, когда в силу разных причин документы написали, о нем поговорили, всем рассказали, замечания, предложения собрали и по каким-то причинам работу бросили. И такие документы действительно бывают брошенные, они вроде бы размещены на сайте, но по ним никакой работы не ведется. Мы сейчас готовим изменения и в портале Regulation, и к процессу разработки нормативных актов. Мы хотим установить, ужесточить ответственность разработчиков документов, вот за такие случаи, предусмотреть возможность срабатывания предупреждений, как самому разработчику, так и нам, как ответственному департаменту, по случаям, которые вы описали. То есть, если кто-то разместил документ, собрал по нему замечания, предложения, а дальше ничего не происходит, тогда нужно публично и открыто заявить о том, что ты планируешь делать дальше. Либо ты приостанавливаешь работу, потому что замечания экспертов были аргументированы, либо ты берешь время на доработку и планируешь каким-то образом изменить то решение, с которым ты публично выступил. Вадим, спасибо.